Привет, друзья! С вами Елена Викторовна, ведущая канала OK English, где мы с вами учим английский, а также вы получаете много полезных советов о том, как же вы учите английский язык. Но сегодня в этом небольшом видео я бы хотела вам рассказать три вредных совета, которые вам никогда в жизни не помогут учить английский язык. Эта информация не моя, я наткнулась на неё в одной из своих рассылок, но мне кажется, вам тоже будет интересно почитать эти советы. Итак, какие же советы, чтобы не учить английский, вы можете получить? Совет номер один. Больше стесняйтесь. Представьте, что вы начали говорить на английском с иностранцем, но от этого разговора, допустим, зависит что-то очень важное в вашей жизни. Иностранец вам что-то говорит, но вы при этом стойте и молчите. Молчите, как рыба. Пусть сам догадывается, что вам от него нужно. Как вам совет? Отличный, но, тем не менее, очень часто бывает так, что вы учите английский язык, начинайте на нём говорить, пытайтесь говорить, но при этом, при всём, вы молчите, как рыба. Ребята, это вам никогда в жизни не поможет. Поэтому совет номер один. Больше стесняйтесь, молчите, и вы точно не выучите английский язык. Совет номер два. Обвиняйте других в своих неудачах. Обвиняйте школьных учителей, которые вас не научили английскому языку, которые вас заставляли зубрить, но никогда не давали каких-то эффективных методик. Обвиняйте курсы по английскому языку, которые могут что-то вытягивать с вас деньги. Обвиняйте репетиторов, которые много лет учат вас английскому языку, но так ничему и не научили. Обвиняйте себя лично в лени, в бездарности, в отсутствии каких-то гениальных талантов по изучению английского языка и чего-нибудь другого. Так, гарантирую вам, вы бросите рано или поздно все попытки учить английский язык, забьёте на него, и вуаля, цель достигнута, вы не знаете английского языка. Поэтому ещё раз повторяем. Вредный совет номер два – обвиняйте всех и вся в своих неудачах. И совет номер три – жалуйтесь, как можно больше жалуйтесь и обвиняйте всех и вся в своих неудачах. Жалуйтесь на то, что вы ничего не успеваете, жалуйтесь на то, что у вас нет времени, у вас дела, 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 и все дела такие важные, и приходится всё время откладывать изучение английского языка на потом. И из-за всех этих дел, конечно же, у вас нет времени на самого важного человека в вашей жизни – на себя лично. Жалуйтесь, что у вас нет денег, желательно погромче жалуйтесь, вдруг кто-нибудь вас услышит, пожалеет и подаст вам копеечку. Но самое главное, чего вы добьётесь? Вы оправдываете себя, вы снимаете с себя всякую ответственность и, в общем-то, достигаете цели, которую вы хотели. Поэтому, друзья, совет номер три – жалуйтесь как можно больше. Собрав всё это в кучу, все эти наши вредные советы, друзья, если вы будете стесняться говорить на английском языке, если вы будете обвинять других в том, что у вас ничего не получается, если вы будете жаловаться на то, что у вас ничего не получается, у вас такая сложная жизнь и обстоятельства, то вы 100% не выучите английский язык. Собрали информацию, развернули её на 180 градусов и поняли, что нужно делать. Не стесняемся, никого не обвиняем, не жалуемся ни в чём, а просто берём и делаем. Учим английский язык, и я вам в этом помогу. Не забывайте подписываться на мой канал, где вы узнаете много полезной информации по английскому языку, а также реально работающих советов, которые нужно применять, чтобы выучить английский язык. С вами была Елена Викторовна. Нажмите кнопку «Мне нравится», если советы были вам полезны, а также, если вам известно ещё несколько очень вредных советов, которые вам никогда в жизни не помогут выучить английский, пишите их в комментариях. До встречи! Goodbye! Bye!